Пожалуйста, все присядьте. И давайте откроем Первая Коринфянам, 9 главу. Первая Коринфянам. Девятую главу, я думаю, что все вы знаете, это в Новом Завете. Просто немножко вам помогаю. Это сразу за Вторым Коринфянам. Он шутит. Он помогает вам. Он запутывает вас, проверяет, как вы знаете, Библию. Первая Коринфянам, 9 глава. Все здесь, в классе, все? Пожалуйста, сейчас хочу спросить, у кого-то болит затылок? Сзади, головная боль есть в затылке? Не обязательно сейчас. У кого в затылке бывает боль? Выходите вперед, девочки. На затылке, да? Давайте попросим некоторых молитвенец. Что, никто? Нет у нас молитвенец, да? Никто не молитвенники, да? И молитвенники. Положите руки на затылке. Пожалуйста, все молитесь на языках Духа Святом. Спасибо, Господь, за Твою исцеляющую силу. Спасибо, Господь, за исцеление во имя Иисуса. За то, что всякая боль уходит прямо сейчас. И никакой больше боли. И мы говорим о корне этой проблемы. Корне причине этой проблемы. И мы приказываем причине быть исцеленной. Во имя Иисуса. Чтобы все симптомы, они испарились. И чтобы всякая боль, она ушла. И мы благодарим за это, Господь. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Хорошо. Слава Богу. И если Бог позволит, мы в субботу будем служить, молиться за людей. И Бог ответит, принесет ответы на ваши нужды. Аминь. Господь не хочет, чтобы вы жили в болезнях и физической боли в вашем теле. Хорошо? Да? Аминь. И вообще-то, если вы стареете, значит, вы должны болеть больше. Правда? Нет. Нет. У вас должно быть куча болей в ваших разных частях тела, чем старше вы становитесь, да? Нет. И перед смертью вы обязательно должны страдать от какой-то жуткой, ужасной болезни и в итоге умереть. Правильно? Это же единственный путь, как уйти на небеса. Правильно? Нет, Библия нас не учит этому. Поэтому вы должны знать Слово Божье. Библия учит нас, что Бог создатель неба и земли. А потом Он отдохнул. Бог создал человека. И опять отдохнул. Бог создал женщину. И с тех пор никто не отдыхает. Вам надо изучать Библию. Вам надо знать истину в Писании. Все проснулись, слава Богу, 1 Коринфянам, 9 глава. 1 Коринфянам, 19 стих. И Павел говорит здесь. Ибо будучи свободен от всех, я всем поработил себя для того, чтобы приобрести больше людей. Хорошо? Другими словами, были вещи, которыми мы делились в течение этой недели. Вам не надо делать эти вещи. Но из-за вашего посвящения Господу вы добровольно делаете эти вещи. Аминь. Вы отвечаете на Его благость. Я хочу Ему послужить. Потому что из-за того, что Он сделал в моей жизни. Когда вы дисциплинируете себя в Божьем порядке, и молитва является важной составляющей вашей жизни, что происходит в 20 стихе? Для иудеев Он стал как иудей. Для чего? Почему? Чтобы достичь иудеев. Чтобы приобрести иудеев для Ишуа. Для тех, кто под законом. Я стал такой же, как под законом. Хотя я не был под законом. Но для чего? Чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона. Я стал как чуждый закона, как язычник. Не будучи чужд закона Божьего. Но подзаконен Христу. Его закон любви. Почему? Для того, чтобы достичь тех, кто не под законом. Другими словами, я добровольно буду служить или даже стану рабом. Я отдам всего себя Господу. Я дисциплинирую свою жизнь. Для чего? Чтобы достичь, спасти и обучить души для Царства Божьего. Вот о чем здесь. Спасение и приведение людей к Господу. Обучение их, ученичество их и высвобождение их в служение. И как христиане, как служителя, это самая важная работа, которую мы имеем. Привезти людей к Господу, обучить их, а потом высвободить их в служение. Павел говорит, я стал всем для всех, для того, чтобы спасти хотя бы некоторых. Он не говорит всех, он говорит, по крайней мере, некоторых, потому что не все ответят взаимностью. И делаю это все по причине, для Евангелия. Чтобы быть соучастником Его. Другими словами, вы можете иметь какую-то выгоду или благословение через это. Или награду. Если вы дисциплинируете себя в молитве, ваша награда, ваши благословения, это будут замечательные взаимоотношения с вашим Спасителем. Если вы дисциплинируете себя в чтении и в изучении Писания, вашей наградой будет то, что вы станете великим мужем или женой Божьей. Если вы будете дисциплинировать себя, чтобы быть усердными работниками, и результатом будет продвижение по службе и более высокая оплата. И в общине, и также в церкви. Если вы дисциплинируете себя для того, чтобы хорошо служить, быть хорошим лидером домашней группы или помощником лидера, помогать, например, в прославлении, всегда будет продвижение в Царстве Божьем. И будут награды в Царстве Божьем. Кто-нибудь здесь слышал о Хейде Бейкер? Кто слышал о Хейде Бейкер? Она вышла из очень обеспеченной семьи. Да? И по причине Христа, из-за Христа. Она миссионер в Мозамбике. Она все еще живет в палаточках, в шалашах. И через ее служение, один миллион людей уже пришел ко Христу. И десять тысяч церквей было насажено. Исцеление слепых глаз и глухих ушей это просто естественно. Каждый день. Видите? Она отдала все, чтобы служить Господу, чтобы проповедовать Евангелие. И сейчас она известна по всему миру. Она останавливается и может жить там в разных дорогих гостиницах даже. Ее могут возить там в лимузинах. И миллионы долларов сеют в ее служение. Но она была готова дисциплинировать себя сначала по причине того, что она приняла Христа. И она стала африканкой для африканцев, чтобы она могла достичь африканцев. Дисциплина Божья приносит огромные награды. Хочу немножко дальше курс поменять. До сего момента мы говорили о тех вещах, которые мы можем улучшить в нашей жизни ежедневной до сегодняшнего. Это про сегодня мы говорим. А сейчас мы затронем немножко о будущем. Продолжаем читать 1 Коринфянам 9 главу. Читаем 24 стих. Не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все, но один получает награду? Так бегите так, чтобы получить. Павел говорит, живите свою жизнь так, чтобы вы были достойны получить награду. Стих 25. Все подвижники воздерживаются от всего. То есть они имеют дисциплину во всех сферах своей жизни. Они отрекаются самих себя для того, чтобы продолжать держать в контроле свое тело. И он говорит, здесь Павел, конечно, обращается по поводу олимпийских бегунов и атлетов, которые были тогда в Греции. И они тогда делали это ради венца, который он тленный. Но мы для того, чтобы нетленного получить. И 26 стих. И потому я бегу не так, как на неверное. И бьюсь не так, чтобы только бить воздух. Но усмиряю и дисциплинирую свое тело. Я дисциплинирую свою жизнь и ставлю ее под такой прямой контроль для того, чтобы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. На меня, посмотрите все на секундочку. Павел использует здесь притчу о олимпийских игроках. И в древней Олимпии было много разных событий. И тоже сегодня в Олимпийских играх много отделов. И там в древнем Олимпии были не только спортивные события, там и артисты выступали, они разные были соревнования. Но часть Олимпийских игр это был забег, марафон. Позвольте мне сказать кое-что о христианской жизни. В Олимпийских играх есть короткие забеги. Мы называем их спринтовые забеги, да? И есть длинные забеги. мы их называем марафоны. В Олимпийских есть забег на 100 метров. И потом 45 километров забег, марафон, да? Короткие забеги и длинные забеги. Всегда помните, что наша христианская жизнь это длинный забег, марафон. Мы с вами не бежим 100 метровки, мы бежим марафон. И Павел говорит, я буду бежать этот забег так, чтобы я мог победить. хорошо? Я не буду как тот, кто боксирует воздух, просто сотрясает воздух. Я буду поражать цель. И на греческом это слово означает, что так хорошо наставить человеку, что аж синяки, потеки остались, гематомы. В любых словах, ты должен быть сильным против тела, кернические желания нашей кернической природы. Ты должен сражаться кернической и это говорит о том, что мы вот так сильно сражались против своей ветхой натуры, против своей лени и человеческой природы ветхой, до крови. Мы знаем, к чему ведутся плотские желания. Да? И Павел говорит, что мы до крови должны сражаться против этих плотских желаний. Мы должны поставить их под контроль, под контроль Духа Святого. Я буду дисциплинировать свою жизнь, я буду дисциплинировать свое тело, я буду дисциплинировать свое время, чтобы я мог выиграть этот забег. И я знаю, что это длинный, что это марафон. Это длинный забег. Вы когда-нибудь задумывались об этом? Я на духовном уровне сейчас останусь. В Господе. Духовно говоря. Где вы желаете быть год спустя? в вашем духовном состоянии? В ваших духовных взаимоотношениях с Господом? Где бы вы хотели быть год спустя с этого момента? Позвольте мне спросить вас, что есть что-то в вашей жизни, что вы знаете, что Бог хочет убрать из вашей жизни? И было бы ли это замечательно избавиться от этого за следующий год? Следующее. Может быть, вас никогда Бог не использовал еще в духовных дарах? исцеление? Было ли бы это хорошая цель в следующем году, с этого момента, чтобы Господь использовал вас в духовных дарах? Было бы это милым, приятным? может быть, вы никогда не молились за кого-то, и тот не получал человек мгновенного исцеления? Было ли бы это хорошей целью, чтобы с этого момента, в течение следующего года, вы бы помолились как минимум за одного человека, и он был бы мгновенно исцелен? Звучит как, хорошо? Запишите себе какую-нибудь цель такую. И за следующий год, в течение следующего года. я бы хотел вас побудить, по-настоящему изучать в глубине, в реальности книгу Ефесянам, книгу Иоанна. Правда, хорошая цель? По-настоящему. За следующий год, я хочу сильно возрасти в своем ходатайстве. Я по-настоящему ходатайствую за людей, ну, пять минут в день. Может, мне дорасти до пятнадцати минут в день. Неплохая идея. давайте продвинемся так, закинем удочку чуть дальше. Это очень духовно. В моем жизненном времени, в моей жизни, в следующие десять лет, хочу посетить Израиль. Если у вас есть вера на более короткий путь, запишите, что в течение раннего периода времени вы готовы туда попасть. Однажды, Господь, я хотел бы посетить Израиль. Запишите это. Это просто идеи. Это просто идеи. Господь, я получил слово от Тебя. У меня было пророческое слово, и там было высвобождено, что у меня есть дар учителя. к концу следующего года я хотел бы учить слово Божье, преподавать уже слово Божье. Позвольте очень быстро кое-что вам сказать. Если у вас есть такой дар проповедования или учить, вы сразу думаете, что вы займете место пастыря. Но я о другом. Готовы ли вы учить детей? Готовы ли учить подростков? подростков? Никто нет. Вики, она пастырь для подростков. Она преподает подростка. Вы можете прийти сказать, пастырь, у меня есть дар учителя. Вперед в детское служение. Пастырь, пастырик приехал и Вики, и они сказали, что у меня есть дар учителя. А ты мне никогда это не говорил, пастырь. Но пророк мне сказал это. Так что я должен учить. Хорошо. у вас есть дар учения? Я счастлив за вас. Как насчет того, чтобы послужить старикам? Когда пожилые собираются, их надо немножко поучить из Слова Божьего. Начинайте с чего-то малого. Это вам просто мысль закинул. Дальше. Может, у вас есть инструмент, на котором вы умеете играть. Господь, хочу играть на этом инструменте в команде прославления. Но на самом деле вы не очень хороши в этом инструменте. Господь, в следующий год я хочу взять уроки, я хочу изучать, я хочу научиться играть на этом инструменте, чтобы через год я мог быть в группе прославления. хорошо? Хорошо? У вас должны быть цели и видения. Как Павел говорит, я не бегу на неверное, а бегу с целью, чтобы получить. и если я, например, на матче боксерском, я не хочу сотрясать воздух, я хочу своего соперника поразить. то есть вы бежите с заданным курсом, у вас есть направление в вашей жизни, у него была цель в его жизни, направление, и чтобы быть успешным человеком, быть успешным в служении, у вас должны быть цели, у вас должны быть такие нормальные, доступные цели, кратковременные цели. Вы должны знать, куда вы направляетесь в вашей жизни. Аминь? Дальше. Когда мы были молоды, у нас были электрички. И короче, это детские электрические паровозики, и им разрешалось пользоваться только во время Рождества. Поэтому для нас это было очень особенным время Рождества, и мы были очень рады. Мы доставали эти электропаровозики, и мы строили железную дорогу и запускали их вокруг рождественского этого елки. И они ездили, ездили по кругу, а мы были очень счастливы. Все знаете, да, эти паровозики? Когда я был ребенком, они продавали другие виды паровозиков. Их надо было заводить ключиком, вот так. Не просто электрические включил, а их надо было завести. Были такие, но знакомы? они не были электрическими. И вот что ты делал, чтобы запустить свою железную дорогу, и локомотив у него был механизм внутри, и вы заводили его, как будильничек такой, и вы ставили его на железную дорогу, и он был способен какое-то время, пока завод не кончился, ехать. А потом он начинал терять свою силу и начинал тормозить. А потом вы должны отсоединить локомотив, подсоединить его, завести его снова и поставить. Понимаете, да, заводной механизм, как работает? Электрические паровозики и заводные. И как каждый мальчик, вы однажды просыпаетесь со своим заводным паровозиком, и вы не чувствуете, как вы ставите трак на железную дорогу. Вы просто хотите его завести и ставите просто на пол без железной дороги. И все мальчишки пробовали это делать. Вы завели, поставили, и он начинает туда идти, туда, столкнулся со стулом, повернул в другую сторону, столкнулся с диваном, поехал, заглох, заглох, потерял силу. Я думаю, что это картина многих христиан. Нас завели, Бог дал нам эту силу, нас завод у нас есть, у нас есть энергия, мы готовы делать великие дела, а у нас нет железной дороги, у нас нет цели, и мы стукаемся то об дерево, то об столб, и мы разбиваемся и останавливаемся. Слышали о таком? Они раздавливаются и останавливаются. И я хочу сказать вам, что мы с Вики знаем много верующих, которые раздавлены, и они остановлены, и они больше не служат Господу. Другими словами, вам нужна цель в жизни, направление в жизни, путь, по которому вы будете целенаправленно идти, вы не можете сшататься туда-туда без определенного направления. Аминь? Вы должны знать, для чего вас Господь создал. Какие дары для служения и таланты в вас есть? Где вы будете находиться год спустя? Пять лет спустя. Может быть, даже десять лет спустя, где вы будете? И я знаю, что многие вещи меняются с временами. Но вам нужны цели для вашего будущего. В духовной сфере. А в сфере работы. В сфере семейной жизни. Большой вопрос в христианских семьях, когда дети вырастают, куда им идти учиться, куда их посылать учиться. Большинство общественных школ или университетов, они плохие. А христианские школы могут быть очень дорогие. Домашнее обучение. Вы должны знать, куда вы идете со своей жизнью. Вашей духовной жизнью. Вашей семейной жизнью. Вашей практической жизнью. Куда я собираюсь идти, Господь? И большинство из этих направляется вашими духовными дарами, которые у вас есть. Аминь. Дальше. Хочу поделиться с вами кое-чем. Из моей личной жизни. Я могу поделиться всеми своими победами и выглядеть очень хорошо в ваших глазах. Но я хочу также такими реальными вещами поделиться. В прошлом году у меня было шесть или семь поездок. И у меня всегда хорошие поездки. Их всегда Господь благословляет. Я поехал в одну поездку. И Господь благословил ее. И потом что-то произошло. Небольшая какая-то вещь. Что-то пошло не так, как обычно идет. И, как я уже сказал, что-то было незначительное. Ты путешествуешь много тысяч километров. У тебя перелеты. Ты занят. То есть, ну, что-то иногда случается. И затем следующая поездка. И что-то опять необычное произошло. Мой багаж отправили не в то место. Ну, бывает. Третья поездка. И опять что-то произошло. Четвертая поездка. Я не самый умный парень в мире. Но я не тупой окончательный. Я не самый умный, но и не тупица. После того, как что-то такое необычное произошло уже в третий раз подряд. Или четвертый. Не помню, может, даже пятый. Но, по-моему, четыре было. И я говорю, Господь, ты пытаешься мне что-то сказать через это? И я подумал, если Господь мне пытается что-то донести, если такие маленькие вещи начинают быть неправильными, и я не слушаю его, может, что-то большое пойти неправильно и серьезное. И тогда я буду умолять его и молиться. И я говорю, Господь, так выглядит, как будто абсолютно в каждой поездке что-то малое идет не так. И я спрашивал, Господь, почему это происходит? Такое ощущение, как будто, ну, есть спрятанная какая-то картина, я ее не вижу. И затем я начал молиться. И одна вещь, которую Господь мне сказал, было построить молитвенную команду вокруг нас, вокруг нашего служения. И я не сделал этого. Я не сделал этого. И я не послушался Господа. И я начал думать, о, мне лучше собрать эту молитвенную команду вместе. Итак, в этом году я поставил цель, приоритеты, собрать вместе молитвенную команду. Помните, как Павел, я ставлю цель, чтобы победить. Я не просто сотрясаю воздух. Я хочу выиграть этот забег, я хочу выиграть этот бой. Поэтому я начал строить молитвенную команду. И у меня были трое добровольцев. Сегодня у меня больше, но мы начинали с троих. И в одну неделю у нас произошло финансовое чудо. Большое. И я подумал, это интересно. Мы только начали с нашей молитвенной команды. Нас только трое. И у нас уже пошло финансовое чудо. И это помогло мне и Вики. И помогло в служении. Четыре дня спустя у нас случилось еще большее финансовое чудо. Благословение для Вики. Благословение для многих людей. Благословение для служения. Наша молитвенная команда продолжала молиться. Туда добавились больше людей. Может быть, еще большее произойдет чудо. Финансовое. У нас была цель. Цель помещает внутри себя, содержит большее видение, которое Бог имеет для нашей жизни. Аминь. И также у меня другие, есть несколько целей, специальных для этого года, на этот год для служения. И они записаны. Я верю, что определенное количество денег придет для моего служения, и эта цель записана. Когда деньги придут? Когда они придут? Я не говорю, если они придут. Я говорю, когда деньги придут, что я буду с ними делать? Их много. У меня записано, что я собираюсь сделать с ними. У меня уже есть план. И он уже записан. Цели. Я на своем пути. У меня есть курс, у меня есть видение. Я знаю, куда я иду. И Бог знает, как мне добраться туда. Аминь. Может, у кого-то из вас есть цель жениться или замуж выйти. Аминь. Может быть, у вас есть цель иметь детей. Может быть, верить Богу о новом доме, о новой машине. Запишите. Напишите и начните промаливать эти вещи. Аминь. Может быть, вы родственников очень много лет не видели. Запишите это. Каковы ваши цели в служении? Как вы собираетесь служить? Может быть, вы возглавите домашнюю группу. Может, у вас восемь человек в домашней группе? За год вы можете ее умножить? Можете поставить цель? Вы можете это сделать. Запишите это. Вы можете это сделать. Только не забудьте, что у вас в домашней группе еще есть люди, которые могут помочь вам это сделать. Аминь. Так что записывайте свои цели, даже если они касаются далекого будущего. Запишите свое видение. Может, Бог уже говорил вам об определенных вещах. Запишите их. Молитесь за них. Возлагайте руки на этот листик бумаги, на котором у вас записано это будет. Верьте Богу, что Он совершит это. И поверьте, будут поправки и исправления по пути. Но вы будете удивлены, как многое из того, что вы запишите, Бог совершит и исполнит. Да, я просто хочу сказать что-то быстрее. Если вы никуда не движетесь, вы не достигнете ничего. Это очень просто. Но, как я уже сказала, мы верующие очень долгий период времени. И мы живем так верой каждый день. И мы ожидаем достичь чего-то в нашей жизни. И это не происходит. Если вы ничего не делаете, этого и не произойдет. Я помню, я была в молитве, и помню, как Дух Святой говорил ко мне. И Он сказал, Вики, «Я хочу, чтобы Ты растянулась». И я не совсем поняла, что мне говорилось. И я продолжала молиться и спрашивала Господь, что Ты мне пытаешься сказать? И следующим утром я читала книгу, духовную книгу. И я открыла следующую главу и начала читать. И там было написано, Господь хочет растянуть тебя. Бог всегда хочет, чтобы мы поместили нашу веру дальше и чтобы прикоснулись к ней. и это в сверхъестественном сфере. И иногда и в физическом мире. И это всегда растягивание. И если вы не будете этого делать, вы ничего и не достигнете. Вы достигнете ничего. Позвольте мне дать пример одного момента, как я растянулась для Бога. И как Рик уже говорил, что мы посещаем разные страны, ездим. И мне нравится это. И мне нравится это. Мне очень нравится это. И мне нравится посещать новые места и встречать таких замечательных людей, как вы. Для нас это здорово, строить взаимоотношения, узнавать друг друга. И мы возвращаемся снова. И мы сближаемся. Понимаете вы это? Правда, это замечательно. Это замечательно. Но позвольте мне кое-что сказать. Не судите меня строго. Поэтому, наверное, я работаю с подростками в Америке. Мне нравятся классные люди. Клевые. И мне кажется, что подростки, они клевые. И мне нравится жизнь в них. Итак, иногда мне становится скучно. И я хочу растянуться и достичь чего-то нового. И я говорю Рику. Я говорю, любимый. Я чувствую, что мне надо новую страну посетить. Это то, как я думаю. И я чувствую, что мне надо посетить какое-то новое место. И вот, что говорит этот замечательный человек мне. И он говорит, вперед, любимая. Он говорит это. И я считаю, что это замечательно. И я думаю, так, и куда же мне поехать? Я не знаю, куда я собираюсь поехать. И я подумала, хорошо, давайте практически подумаем. Так, я знаю, вот там такое служение происходит, а вот это служение там происходит. И потом я узнаю, что подростки собираются ехать на Филиппины. Ага, интересная идея, мне нравится. И я подумала, хорошо. Следующая мысль пришла. Следующая мысль приходит, это невозможно, это слишком дорого. а потом мой младший сын говорит, я тоже хочу поехать. И я говорю, это вдвойне невозможно. Но мне надо было предпринять несколько шагов для того, чтобы растянуться по направлению. И в то время молодежный пастор не хотел, чтобы такая возрастная женщина ехала в молодежную поездку с подростками. И я сказала, слушайте, может, я и возрастная снаружи, но внутри я молода. Я перезвонила ему. И я решила, до того, как я позвонила ему, я приняла решение. Я постучу в эту дверь и посмотрим, открывает ли ее Господь. И я подумала, если там ничего не получится, я буду стучать в другую дверь. Если мне и там не дадут хорошего ответа, я в следующую дверь постучу. Но я буду продолжать растягиваться, пока Бог не откроет новую дверь в новую страну для меня. И это весело. Это было весело. И я позвонила этому молодежному пастору, и я сказала, привет, брат. Я тут готова в новую страну ехать. Я могу поехать с тобой, хотя я не должна ехать с тобой, но я готова поехать куда угодно. Что ты думаешь? И он сказал, матушка, матушка, мать Сиона, давай вперед. И он сказал, вперед. Мне надо было поверить в 7 тысяч долларов, которые должны были прийти. и для меня это невозможная сделка. Но угадайте, что? Из-за того, что я растянулась, Бог дал мне это. Он сказал, ты ступила на воду, а я поставлю под твои ноги землю, и я обеспечу каждый путь на пути, каждый шаг на пути. Итак, через две недели спустя у меня уже были все деньги. Все покрыты были, все, что нужно было. Для моего сына и меня. И мы готовы были ехать в Филиппины, я была готова поехать с этой молодежной группой. Мы были там три недели. Мы летали десять... Десять перелетов было, потому что мы перелетали с острова на остров и на остров. Мы говорили перед подростками, три тысячи человек, пять тысяч человек в школах. Мы тюрьмы посещали, мы везде, где могли были. И узнаете, что было? Угадайте. Я вернулась домой. И этот молодежный пастырь пригласил меня служить в его команду. Говорит, будешь со мной пастырем? И сейчас мы путешествуем в разные места с ним, потому что я поставила свою ногу на воду, я растянула себя, растянула свою веру и поставила цель. И Господь сделал. И вот, что Господь будет делать для вас. Это не для похвалы, но на Филиппинах... Люди иногда лгут и преувеличивают то, что они делают. Но это не для похвалы, а на Филиппинах мы посещали разные старшие школы и были тысячи детей. и на Филиппинах, когда ты приезжаешь... когда туда приезжает служитель, всю школу собирают. И учителя приходят слушать тебя, и это удивительно. И мы перелетали с острова на остров и на остров. И мы послужили за три недели 18 тысячам людей. И это было сильно. Это замечательно и радостно служить Господу. Но вы не можете быть этим заводным паровозиком. Даже если у вас много жертв, желаний, энергии и энтузиазма, но вы, если вы не знаете, куда вы идете, у вас должен быть план на вашу жизнь. У вас должен быть план на ваш день. У вас должен быть недельный план. У вас должен быть спланированное служение, план на служение. Аминь. вы планируете свою работу и исполняете свой план записанный. Вы молитесь, и Дух Святой ведет вас. Вы планируете вашу работу и вы исполняете свою работу. Вот три принципа, которые я хочу вам оставить. Пусть это назовем тремя ключами успеха. Я вам поделюсь это до того, как я напишу свою книгу. и заработаю все свои деньги через книгу. А потом я буду себя вести, как будто я вообще не знаю этих пастырей. Кто такой Валентин? Одесса, Техас, да? Одесса, штат Техас, да? Штат Флорида. Итак, вот три ключевые момента, которые работают для меня. Молись усердно, планируй усердно, работай усердно. Вам необходимы все эти три. Молись усердно, планируй усердно, работай усердно. Тебе надо все три составляющих, чтобы быть успешным. И мы знаем, что молитва идет первым, конечно. Планирование идет следующим. Не работа, а планирование. Потому что хорошее планирование спасает вас от лишней работы. Молиться усердно, планируйте усердно, и работайте усердно. молитесь хорошо, планируйте хорошо, работайте хорошо. Все это записали. Теперь посмотрите на эти три пункта. Молись усердно, запиши усердно, планируй усердно. Смотрите в своей записи, смотрите. Один, два, три. Молись усердно, планируй усердно и работай усердно. В чем из этого вы хороши? А в чем из этого вы не успешны? Из этого одного, один, два, три, в чем вы успешны? В чем вы хороши? И в каком из этих пунктов вы не успешны? Отметьте это или обведите кружочком. Я хочу, чтобы вы на себя посмотрели в этих трех пунктах. Молиться усердно, планировать усердно, работать усердно. Вот, что я вам посоветую. Возьмите то, в чем вы слабее всего. В чем вы на самом деле слабее всего? Может быть, вы усердно молитесь и хорошо работаете, но не можете планировать. Может быть, вы реально хорошо планируете свою жизнь и работаете, но плохо, мало молитесь. Посмотрите на то, в чем вы слабее всего и уделяйте этому больше времени и более усердно подходите к этому. Хорошо? Я, например, работаю над номером два, над планированием. для меня управление, вот менеджмент, вот то, планирование, это то слабое самое, на что я больше всего уделяю внимание. И я работаю над этим и работаю, и продолжаю работать. и может быть, вы ленивы немного и вам придется на третьем пунктом работать больше, усерднее работать. Я стараюсь занятым быть целый день. и вот что я услышал не так давно. Не начинай свой день естественно. Запишите это. Понимаете, что это означает? Не начинайте свой день как обычно. с нейтральной передачи, да? Как в машине. Понимаете? Я знаю, правильное слово там. Нейтрально. Да, с нейтрально. Ну, как на нейтральной коробке передачи. Не начинайте день свой как обычно. Не начинайте так свой день. Встаете, выкатываетесь из кровати, побрызгали немножко водички на лицо, пошли на работу и так дальше. Вы просыпаетесь, вы заставьте себя пробудиться, войдите в присутствие Божье, помолитесь, помолитесь на языках, почитайте слово, послушайте христианскую музыку, спланируйте свой день и угадайте, вы выиграете этот день. Вы будете победителями в этом дне, вы выиграете его. Не начинайте свой день как обычно. Будьте сильными. Хочу сказать вам вот что. У вас обычно бывают так, тенденции могут быть. Вы можете думать и будете пытаться анализировать все. Или вы будете уходить в супердуховности, или одно, или второе. Да, Господь ожидает, что мы будем использовать свой разум, и что мы будем продумывать определенные вещи и обращать на них внимание. но позвольте мне сказать кое-что. Господь он сверхъестественен, и он работает в духовной сфере. И сегодня очень много сконцентрировано на обучении, на образовании. Правда, в Украине тоже все стремятся получить нормальное образование. Но вы можете, у вас может быть перебор в мышлении. Но вам необходимо быть в духовной сфере для того, чтобы слышать от Господа. Это как то свидетельство, которым я поделилась несколько минут назад. И я говорю вам это, потому что это мой стиль жизни. И это не происходило каждый вечер так, и мне потратилось время, чтобы достичь до того состояния, где я нахожусь сегодня. Но обычно я встаю в 4-5 утра. с целью, целенаправленно. Никто меня не заставляет встать. Я встаю для того, чтобы провести время с Богом. Время в Его Слове. Время в Его присутствии. И я люблю это. Я хочу слышать от Господа. И угадайте вот что. я достигла определенных мест в своей жизни. Это не только о том, что я хочу слышать для моей жизни и моей семьи. Не только для меня. Я хочу, чтобы Господь говорил не только для меня, для моей жизни и моей семьи. я хочу провести время с Господом для того, чтобы услышать что-то для вашей жизни. Для людей, которые окружают меня, которые страдают и борются с ситуациями, которые выглядят невозможными. «Я хочу слышать от Бога». Как помочь этому человеку здесь? Что поможет ему прорваться? И иногда это может быть одно что-то маленькое. Но если вы не проведете этого времени в присутствии с Богом, вы не научитесь, как слышать Его голос. И знаете, что духовный человек имеет духовные чувствования? Есть такая способность от Духа Святого, если вы слышите от Бога и ищите, и стараетесь понять вещи Божьи. И насколько мы рациональны, и Бог сделал нас рациональными, как верующие, но мы также и духовные. И Он создал нас такими, чтобы мы даже были более чем рациональными. И вот что происходит, вы соединяете две эти части вместе, и вы начинаете звучать как один. Но Господь может говорить в ваш разум и может направлять его сверхъестественные слова в вашу сущность, и может показать вам сверхъестественные вещи, которые вы никогда не знали. Это то, как начнут происходить вещи в вашей жизни, и случаться что-то. И это замечательно, потому что вы затронули духовную сферу. И все мы продолжаем учиться, как проживать нашу жизнь. Но угадайте вот что. Мы здесь всего лишь на короткий период времени. Бог хочет, чтобы мы развили свою внутреннюю духовную часть. КОНЕЦ